Всем привет! Сегодня мы будем делать моделирование цветным гелем. Это очень удобно, потому что вы сразу можете использовать гель как подложку, как цвет, как вам комфортнее. На самом деле, очень удобно работать именно цветными гелями. Очень яркий оттенок розового и ложится достаточно хорошо, перекрывая в росты. На подготовленную ногтевую пластину наносим тонко сам гель, очень тоненько наносим. Будем сейчас делать без опила. В принципе, в технике без опила очень удобно работать на форме овал или миндаль. На квадрате, конечно, тяжело работать без опила, но хотя тоже, возможно, при желании. Нанесли такой мокрый пол, тоненькую подложку, по которой будет очень хорошо у нас формироваться наша капелька. Берем небольшую каплю геля. Смотрите, уже красиво смотрится, да, даже полупрозрачный такой. И наносим капельку геля там, где у нас апекс. И распределяем немного, подталкивая к кутикуле. Сильно под кутикулу загонять ничего не нужно, тогда получается более естественный эффект. И при отрастании не видно, то есть не видно зону отрастания, границу отрастания. Смотрите, если геля взяли много, можно убрать лишнее. Здесь я вижу, что перебрала немного с гелем, потому что ноготочек должен быть тоненький, красивый, но крепкий. Поэтому распределяем все это. Переворачиваем ноготочек и центруем. Центруем, ориентируясь на архитектуру, то есть на правильное построение архитектуры. Переворачиваем, проверяем блики, проверяем, насколько красиво у нас сформирован апекс. И сам ноготочек переворачиваемся на пару секунд и сушим одну минуту в лампе. Одну минуту. Смотрите, можно клеить, я сегодня буду работать со слайдерами и со стемпингом, скорее всего. Можно клеить на дисперсию геля, можно взять все-таки слайдер топ. Это вам даст гарантию точную, что слайдер не порвется, потому что дисперсия, она такая более сухая. У геля слайдер топ. И, к сожалению, по такой дисперсии сам слайдер не ездит и может порваться, если вам нужно, буду его куда-то передвинуть. Давайте я сразу отрежу, мне захотелось взять вот эту бабочку. Сразу поставим на ватку с моченой водой для того, чтобы потом не искать и не ждать, не терять время. Бабочку на ватку. И давайте возьмем бабочку и нужно добавить вот эту красоту. Это 5D nail crust. Ставим то, что даже. Достали ноготочек, наносим тонкий слой слайдер топа. Смотрите, здесь опиливать нам ничего не нужно. Наносим тонко слайдер топ, наносите тонко, потому что он желтит. Потом, тем более на светлых оттенках, чтобы этого не было, наносите тонко и плюс нам не нужна лишняя толщина. Можно вообще наносить точечно, локально на то место, где вам, в принципе, нужно 30 секунд, сушим 30 секунд, не больше. Там, где у нас должен быть, должна быть декорация. Вот, берем лаки для стемпинга. Я возьму розовый, белый, возможно, сейчас используем. Или фиолетовый, сейчас посмотрим. Все зависит от бабочки. Так, бабочка у нас все-таки розовая, возьмем голубой. Тут оттенок, смотрите, если у вас лак вот так вот оседает, не переживайте, там есть шарик железный, можно потрясти, и пигмент смешается, потому что все-таки пастельки, поэтому тут белый пигмент оседает, это нормально. Итак, что мы делаем, берем, давайте, голубой розовый, как мы говорили, так, аккуратненько, берем голубой лак для стемпинга, и выжимаем, прям очень сильно выжимаем, берем штамп, и вот такими движениями, так, штамп у нас чистый, сейчас мы протрем штамп, и делаем любые мазки, которые вам хотелось бы. Ну, пусть будет вот так. Чуть-чуть ждем, пока подсохнет, и переносим на ноготочек. Давайте добавим немного фиолетового, чуть-чуть тоже, какую-то полосочку. Тоже выжимаем полностью кисть, тогда линии будут тонкие, красивые. Чуть-чуть ждем. Все. Смотрите, тут у нас остается дисперсия, вот в этой стороне, да, сюда мы можем посадить бабочку нашу, при желании, вот, можно посадить ее там, дистемпинг. Так, если вы переживаете, что вы работу сделаете некачественную, но надо будет переделать, то лучше, конечно, нанести еще один слой слайдер-топа, это важно. Если вы сможете красиво все установить, то не обязательно. Давайте поставим, чтобы не терять время, на этот уголочек у нас бабочка ляжет. Видите, она послать дартопу, у меня хорошо перемещается. Сейчас нанесем ультрабонд и уберем лишнюю пленочку. И возьмем наши, не знаю, как называть эти цветы, или не цветы, я не знаю, что это. Вот таким образом тоже поставим. И в целом все. Наносим ультрабонд для того, чтобы растворить пленку лишнюю. Ждем буквально пару секунд. И перекрываем все топом Teclas или топом ультрабонд. Можно, конечно, еще нанести топ-слайдер, ну, дополнительно, но я не вижу смысла, потому что у нас все и так хорошо будет стоять до 4-х недель точно. Наносим топ ультрашайн, тонко, но не слишком, но тоненько должно быть. Никакие блики мы здесь не ищем, так как у нас 5D слайдер. Нанесли тонко, можно немного убрать топ с кисти, практически полностью убрать. И убрать лишний топ с выпуклых частей нашей цветочки, чтобы он имел этот 5D эффект. Сушим. Мы буквально несколько секунд подсушим, чтобы показать результат. И все. Дизайн очень быстрый. То есть, вот таким образом, благодаря цветному гелю, неважно, какой будет оттенок, у меня тут Soft Rose гель, вы можете сделать коррекцию или наращивание очень-очень быстро, в течение часа-полутора, так как вам не нужно тратить минимум полчаса на однотонное покрытие, тем более под кутикулу. И при отрастании к ленту очень комфортно, так как зона, как раз вот этот край, сейчас покажу, вот граница отрастания, его не видно, то есть это очень-очень удобно. И получается вот такой красивый ноготочек. Летний, интересный, 5D. Мы сохранили эффект. Такая красота.